Ребятки, всем привет! Я нахожусь в маленьком городочке Дамбула. Тут всего меньше 100 тысяч человек, около 70 тысяч по последней переписи. Бабочка пролетела. Вот, зачем я сюда приехала? Здесь находятся две достопримечательности, точнее не совсем в Дамбуле, в Дамбуле находится одна достопримечательность очень важная и самая близкая точка до Сигири, это город Дамбула. Отсюда всего 40 минут ехать на автобусе. А Сигири, сейчас вставлю вам сюда фотографии, это одна из самых важных достопримечательностей на Шри-Ланке, это большая гора. Вот, и да, это прямо на всех фотках о Шри-Ланке, Сигири, Сигири. Я долго думала, хочу ли я туда поехать, но честно хочу сказать вам, я туда не хочу поехать, в эту Сигирию, потому что, во-первых, я боюсь высоты, во-вторых, это огромная скала и карабкаться на нее нужно очень долго, это очень сложно, то есть нужно реально иметь нормальную физическую подготовку. И хочу напомнить, что карабкаться туда нужно по 40-градусной жаре. Но это тоже еще не все. Чтобы туда зайти, нужно заплатить 30 долларов, может быть, уже дороже. Последняя информация, которую я слышала, была 30 долларов. Вот. Как я считаю, это они должны платить людям за то, что это туда скарабкивается, но я вам подставлю вот сюда фотографии, как выглядит эта Сигирия. В общем, я для себя решила, что мне это неинтересно, но это правда неинтересно. Ну да, там наверху есть какие-то развалинки, я люблю развалинки, но карабкаться по 40-градусной жаре за 30 долларов, чтобы увидеть эти развалинки, я не хочу. Я готова посмотреть в интернете, мне этого достаточно. Вот. Но в Дамбуле находится очень важный храм, пещерный храм, который первый век до нашей эры, и это самый большой храм вообще в Азии, самый большой храмовый комплекс. И я вот в него очень хотела попасть, поэтому, собственно, так как мне по пути, я вот заехала в Дамбулу по моему маршруту. А теперь рассказываю самое интересное. Я здесь уже нахожусь почти неделю, мне уже завтра уезжать. Я, как обычно, под конец записываю ролик, потому что я уже поняла, что так на самом деле, что в самом начале показывать вам жилье, это бесполезно, я не понимаю, как мне там будет жить, мало ли как оно выглядит, я же не знаю, как там будут плюсы и минусы. Поэтому теперь я уже проживаю неделю, потом вам снимаю дом, показываю и рассказываю, как я здесь жила. Так вот, я сняла себе жилье через букинг, как обычно, как обычно, самое дешевое. И я просто искала, чтобы была отдельная комната, и чтобы это было дешево. И были нормальные рейтинги и отзывы. Почитала отзывы, ну, находятся на горе, все пишут, находятся на горе, находятся на горе, вокруг красивая природа. Я такая, ну, окей, хорошо, попробуем, снимем. Цена была просто какая-то супер смешная, я вам напишу точно, но, по-моему, это было, так, 70,5 тысячи рупий за неделю, в общем, 2 с чем-то тысячи, наверное, в рублях за неделю, включая завтраки, прикиньте, это просто, ну, это нереальная цена. Вот, и сейчас я вам покажу, куда я заехала. Ну, небольшая предыстория, да. Я когда читала на букинге, все писали, что она находится на горе, вокруг красивая природа. Ну, окей, я думаю, ну, какой-то, я много уже раз жила на горе, потому что, соответственно, эти дома обычно дешевле, что люди не хотят там куда-то карабкаться. Думаю, ну, ничего страшного, скарабкаюсь куда-то там в этот отель, где-то там на горе, но у меня и дальше будут в Новораэле, в Элли, в Канди, у меня везде будут на горе отели, потому что они дешевле, собственно, значительно. Вот, но я, конечно, не ожидала такого, такого я вообще не ожидала. Сейчас я вам покажу, куда в итоге я заселилась. В общем, куда я заселилась? Я живу посередине джунглей, вот я вам показываю, то, что находится вокруг моего дома. Со всех сторон находится природа. Вот этот домик, который я сняла. То есть я живу не в отеле, я живу в отдельном маленьком домике, который стоит на куске скалы. Вот скала, просто скала. Посередине джунглей. То есть нужно залезть на эту скалу, чтобы сюда попасть. Я вам покажу дорогу. Когда меня сюда вели, я была просто шокирована. То есть, во-первых, это находится очень далеко от дороги, где вообще ездит автобус от какой-либо цивилизации. Это больше двух километров от дороги. Было написано 15-20 минут, но это неправда, 30 минут пешком. Дальше. Я приехала. Меня довезли на рикше от дороги. И вот там вот, внизу, вот там вот, туда, где я указываю палец, вот там, вот там, вот там далеко есть домики, где живут люди. Там, значит, хозяин остановился, оставил рикшу и сказал, пойдем дальше. И повел меня через лес. Вот так вот, видите, внизу лес? Просто через лес, по маленькой, еле протоптанной тропинке. Вел-вел. Я уже была в шоке. Думаю, что вообще происходит? И дальше он меня завел. Дальше мы начали карабкаться на скалу и залезли вот сюда. И он показывает мне этот дом. Ребят, я была в таком шоке. Такого я не ожидала. Честно. Я не поняла, где я буду жить. И, в общем, я здесь полный социопат. Вокруг меня нет ничего. Соответственно, вечером отсюда выйти нереально, потому что по этой темноте очень страшно ходить через эти джунгли. Ходить можно только днем. А ближайшие какие-либо магазины, какая-либо цивилизация находится в получасе отсюда. В общем, я прожила неделю просто как социопат, сидя в этом аквариуме. Сейчас я вам покажу дом. Он супер обычный. Но самый, конечно, здесь класс, это вот эти панорамные окна. То есть здесь со всех сторон окна с видом на природу. Вот я сижу, вот так наблюдаю. И каждый день, вот видите, у меня там лежит листочек с остатками еды. Это я оставляю для обезьян, потому что ко мне каждый день приходят бурундуки и обезьяны. Я вам вставлю... Я очень много снимала для Инстаграма, что они творят, когда приходят, как они заглядывают в мои окна. Я вам вставлю, если мне не получится снять горизонтально, успеть, то я вам вставлю вертикально. Вообще, я очень много всего интересного выкладываю в Инстаграме, в сторис, поэтому можете подписаться. У меня указан Инстаграм под видео всегда. Доброе утро. Проснулась от того, что они горцуют, стучат мне в стёкла. Пришло здесь очень много. Спрашивают, где пожрать, есть чё? Там наверху они бесятся, трясут мне провода. О, святое. Рубрика в мире животных в Осири. Мы даже с ребёночком пришли. С ребёночком ещё не приходили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Так вот, здесь вот эти три классные панорамные окна. Со всех сторон джунглей никого, соседей нету. Я здесь совершенно одна. Вот, ещё одно окно и вот ещё одно окно. Вот это окно открывается. Вот, там ничего нету, там просто деревья. Вот, дом обычный, очень хороший, мощный вентилятор. То есть, мне прям реально здесь нормально не жарко. Здесь ещё есть скандей, можно доплатить 3 доллара в день, чтобы портиться скандеем, но я, конечно, не стала. Вот, так у меня здесь просто большая кровать. Здесь, естественно, как обычно, есть сетка, светильнички, розеточки, всё работает. Они мне принесли очень важную вещь. Вот, у меня здесь нет шкафа, поэтому у меня здесь, видите, продукты вот сложены на второй кровати. Я не пользуюсь. Я пользуюсь как шкафом. Вот, они мне принесли очень важную вещь. Они мне принесли кипятильник вот такой. Холодильника, естественно, здесь нету, к сожалению. Вот, ну и обычный туалет с душем. Не буду показывать, там вообще ничего интересного, совершенно обычный. Вот, всё. То есть, он суперпростой. Там всё работает, всё нормально. Но самый прикол, это, конечно, само местоположение, где я живу. Я, конечно, немного интроверт и соцопад в последнее время, но не до такой степени. Я думаю, что этот дом я запомню навсегда. Да, что я реально жила в джунглях на скале одна. Здесь, конечно, очень красивая природа. Горы, деревья. Вот там вот дальше горы видно. Но я вам ещё их покажу. Сейчас пойду пешком в сторону храма специально, чтобы вам показать дорогу. Потому что очень красивая здесь природа. Закаты. Ну, рассветы я не застаю, потому что я спрятолго. Но закаты очень красивые. Ночью немножко жутковато, потому что по крыше постоянно носятся обезьяны. Это, конечно, естественно, очень громко слышно. И так как я здесь нахожусь одна, я понимаю, что ближайшая цивилизация от меня далеко. Немножко бывает жутковато. Вот такое вот место. Сейчас дальше я вам покажу, как я отсюда буду выбираться и какая здесь дорога. Так, ребят, я сейчас хочу снять вам дорогу от своего дома. Я надеюсь, что я не упаду. Буду сейчас спускаться со стабилизатором в руке, потому что дорога вот такая. Вот такие здесь ступеньки выдолблены. Вот такие вот ступеньки. Представляете, да, как здесь классно ходить? Вот такие вот ступеньки. Это, вот это моя скала, на которой я живу. Вон там домик сверху стоит. Прям кусок скалы просто в джунглях. Представляете? Так, все, со скалы слезли. Сейчас пойдем через джунгли. Вот такая тропинка, то есть никак не оборудованная. Вот так вот. И джунгли. Один раз я шла здесь ночью. Ну, как ночью, не ночью, просто когда уже потемнело. Темнеет на Шри-Ланке в 6 часов вечера всегда. Потому что здесь близко к экватору, поэтому здесь 12 часов в день, 12 часов в ночь, круглый год. В 6 часов вечера темнеет, ну, в 6.20. Я немножко не успела, приехала к семье. И мне пришлось идти здесь в темноте. Я, конечно, подсвечивала себе вот эту тропинку фонариком на телефоне, но было очень страшно, потому что я каждый шаг делала, и я слышала, как кто-то отбегает, что кто-то лазит в кустах. Ну, то есть это реально страшно. Мне сказали, заверили, что здесь нет каких-то прям хищных животных, типа пантеры или что-то такого в этом лесу. Но в любом случае здесь, конечно, живет много всяких животных. Проверять не хотелось бы, кто здесь живет. Вот. И вот здесь вот уже живут хозяева этого домика. Сейчас вам... Вот их дом. Вот здесь вот дом хозяева. А, вот так вот, да, видите? Вот туда нужно пройти к моему домику. И вот там он на скале, вот там вот он на скале. Его даже отсюда не видно, чтобы вы понимали. Ну, хватит тебе, ты меня знаешь. Сегодня необычный день. Сегодня поя. Очередная поя. Я надеюсь, что в храм меня пустят. Вот так местные сушат белье на кустах. Я вам сейчас как раз еще хотела показать. Вот, смотрите, вот это я сейчас вышла к маленькой дорожке. Да? То есть вот. И вот по этой дороге 30 минут идти пешком, чтобы выйти к дороге, где вообще ходят автобусы. То есть я настолько глубоко забралась в джунгли, что я сама в шоке. Ну, природа здесь, конечно, сногсшибательно красивая. Сегодня питают какие-то самолеты, вертолеты. Я не знаю, с чем. Может, с боей. Но здесь природа сногсшибательно красивая. Здесь горы уже. Я уже еду в горную местность. Здесь более сухой климат. Влажность воздуха 60%. Ну, учитывая, что где я жила, там везде на побережье под 90 она. Здесь нереально просто. Посмотрите, какая красотища. Сейчас я буду идти, все собаки будут на меня лаять, как вчера. Здесь растут папайи, манго, кокосы, бананы. Ребят, как я уже говорила, сегодня очередная поя, и я прохожу первый храм. Вот, уже люди здесь в белом все сидят. Очень красивенько все. И еще здесь очень много собак. И идти очень страшно. Не буду подходить, потому что храм обычный. Ничего интересного. Я иду к другому храму. Надеюсь дойти целой, непокусанной собаками. Потому что они здесь какие-то сумасшедшие. Их здесь очень-очень-очень много. Хотела вам показать, как живут здесь обычные люди. Здесь очень много домов, именно обычных людей. Вот, смотрите. Вот любой домик примерно одинаково выглядит. Сейчас поя, они все поезжали в храмы. Всегда в домике стоит около домика один байк хотя бы и одна рикша. Вот, я вижу, байк, рикша уехала, значит. Внутри у них тоже все совершенно обычно. Каменные полы, побелка и по какой-нибудь побеленной или покрашенной стены. Хотела еще сказать, что большинство людей на Шри-Ланке пользуются кнопочными телефонами. Смартфоны есть только у молодежи и у людей, которым, ну, например, владельцам отелей, которым нужно общаться с клиентами по мессенджерам. Так практически все люди здесь пользуются кнопочными телефонами все еще. Именно поэтому, наверное, дети всегда играют на улице, потому что у них нет смартфонов, в отличие от наших детей. Вообще, у меня ощущение от Шри-Ланки, как от одной большой деревни. Вот вся страна, это одна большая деревня с очень-очень-очень красивой природой. Вот у меня реально такая ассоциация к Шри-Ланке. Сейчас еще вам я покажу, как растет манго. Что здесь у нас, кокосы, бананы я видела. Папайя, по-моему, здесь не особо растет. Но она есть просто. Здесь что-то я не видела по пути. Я видела манго, кокосы и бананы, да. И вот так вот мне 30 минут берите. По очень красивой дороге. Вот видите, так как пояс, все украшены фонариками, все поуезжали в храмы. Вот любой двор можно зайти, он пустой. Но обычно здесь стоит рикша и мотоцикл. А вот смотрите, растет манго. Вот он висит, это прям манго. Здесь его очень много растет. Вот это манговое дерево. Вот такое вот оно. Видите, вот они прям висят. Мангульки. Зелененькие. Еще не досперщие. Вот так вот. Ходишь, под ногами валяется манго. Зато яблоки здесь дико дорогие, потому что яблоки, естественно, здесь не растут. А манго сейчас стоит прям копейки. Я вчера купила 8 манго на 80 рублей. Вот, видите, прям в гроздях манго. Вот он. Вот он. Он еще не досперщик. По пути прям идешь, можно нарвать. Надо доспеть его. Манго, так же, как и бананы, все доспевает. Можно просто зеленое покупать, через пару дней оно станет желтым. Но это такой сорт, он будет зеленым оставаться. Ну, я имею в виду, снаружи он будет зеленым. Вот, это тоже частая тема, но здесь вот видно школа находится. Ну, вообще, у них вот так во многих домах стоят, видите, вот Будда или Ганеша. И там дальше будет дом с Ганешей, я видела. Видите, вот на заборе стекла. Это вообще и в Индии, и на Шри-Ланке. Везде такая история, это чтобы обезьяны не бегали. Но они все равно бегают. Ну, от воров, наверное, тоже. Ну, первоначально это от обезьян. Но обезьяны очень умные. А, вон у них, кстати, бегают обезьяны. Вон сидит обезьяна. Наверное, вам не видно, он сейчас подойдет поближе. Ну, может, она не убежит. Вот так вот идешь от дороги к своему дому по пути бананчиков, кокосиков, манго. Всего себе набрал. Дома доспел. А, ну вон их там целых три сидит. Охраняет, видите, ворота. Здравствуйте, обезьяны. Охрана. Секьюрити тим. Ой. Охрана. Ой. Ой. Все, пойду дальше Вот так растут бананы Я не знаю, видели вы раньше или нет Вот сверху бананы сейчас зреют, они еще маленькие А снизу вот такой красный цветок И в этом красном цветке Внутри тоже завязываются маленькие бананчики И когда вот эти бананы уже созреют Этот цветок откроется И из него начнут уже новые бананчики вырастать Вот тут уже крупные Все это, правда, на улице Это ничье в открытом доступе, вдоль дороги То есть ты можешь просто все это себе набрать И дома дозреть Вот такая вот жизнь На Шри-Ланке Голодным ты здесь никогда не останешься Поэтому люди здесь такие расслабленные Они, в принципе, не понимают, что может быть какой-то голод Потому что у них есть рядом океан и есть фрукты, которые растут на улицах Хочу вот вам еще показать, какая здесь красивая природа Прямо просто снадшибательная Меня достали уже собаки И вот здесь везде горы Так, я ушла от очередных собак, которые меня чуть не сожрали Уже собак 30, когда меня тут на лавку нагавкало Они реально здесь очень агрессивные В общем, посмотрите, какая здесь красивая, невероятная природа Просто энтастическая Мангуст, мангуст Мангуст пробежал Сейчас попробую его выявить В грядке побежал Ну где ты, мангуст? Не успела камеру повернуться Да, здесь бегают мангусты Вот, а здесь огурчики, видите, они выращивают Жалко не успела И горы А дальше там, видите, бананы и рисовые поля Вот Я уже почти дошла У меня еще минут 5, наверное А, вот он бежит, мангуст, видите, по дорожке Вот он, вот он, вот он, маленький Убегает от меня Так, ну-ка, стой Не убегай, не убегай Ну, вы видели, наверное, вон он бежит прямо передо мной по дорожке Вот усечка Вот, мне еще минут 5 там по прямой идти, наверное Еще один храм Потом уже будет дорога, где ходят автобусы Ребят, почти дошла до храма Ну что хочу вам еще показать Что еще можно по пути нарвать, когда идешь домой здесь Та-да-да-дам Видите, какого размера Это джекфруты По-другому называется хлебное дерево Я пробовала один раз, мне не очень понравилось Ну, может быть, я не распробовала, можно еще попробовать Ну, просто вы оцените размер Чтобы вы понимали Сейчас я попробую как-то вам показать Вот моя рука Вот ее размер Просто представьте себе размер вот этой штуки Это как, ну, я не знаю Три головы взрослого человека Вместе Вот такой вот фруктик Я даже не представляю, сколько он весит Ой, даже не смогу это поднять Мне кажется, килограмм 10 это весит Вот они везде тоже по пути висят Так они прямо на деревьях и растут Вот просто дерево Вот эти джекфруты висят Экзотика Вот, видите, везде в домах сегодня тихо Потому что люди сейчас в всех храмах Из-за того, что сегодня боя Вот так выглядят обычные домики Качельки, велосипедик Сушится белье Рикша вон стоит Какой-то сарайчик Может быть, у них там туалет или ванная Или душ на улице Душ у них часто на улице находится У них никогда нет сеток на окнах Видите, вот окна открыты Решетки только Сетки только на кровати опускаются По пути к храму Который я хочу посетить У меня прям по дороге Сейчас будет еще два храма Маленьких Ну, я вам заодно их покажу Заходить не буду Ничего особенного Но храмы здесь, как вы поняли Очень часто встречаются Вот тоже джекфруты висят Флажочки и фонарики в честь пои Как вы уже знаете Вчера они убирались Подготавливали Вот, я не буду заходить Но видно, вот сидят Соответственно, люди в белом Как обычно И вот статуи Будды Сейчас еще один по пути покажу И потом уже доберусь Все-таки до своего предназначения Сегодняшнего, надеюсь Вот еще один храм по пути Но он, как видно, на реставрации Я надеялась, что сегодня его откроют Но нет Сзади, видите Вот там вот сидит Будда Здесь что-то все закрыто В общем, он на реставрации Так что все Пойду на автобусный остановок Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»